Ну что ж, дамы и господа, возвращаемся, продолжаем. Тим Ликвид против Ихак, второй матч, Best of 3, Monster Invitational. Ну что, первый матч был достаточно занятный, но в то же время Ихак опять-таки не смогли реализовать свою хитрую задумку. Посмотрим, что они здесь сейчас покажут. Ликвид же, банят они, думают, банят Эмбра Спирита, берут себе Энштопарыш на первым пиком, пока что думают над вторым. Инвокер, Нейштпрофит здесь тоже в бане, Ликвид добирает себе Энгс Асасин, а у Ихак уже есть. Визаж есть в Виер. Посмотрим, будут ли его отправлять опять Лейнить с Абадоном. Так, ну и Ликвид, посмотрим, что они будут сейчас банить. Дум Энбра Спирит пока в бане. Баня Сларка, тем не менее. Пока что показали, как я понимаю, только саппортов. Отвечает баня Шторма и Хак. На первый пик после банов у Ихак. То есть какого-то героя себе они комфортно успеют взять. А Ликвид должны задуматься. Клокорка банят. Ну и последний бан второй фазы. Правда, ну в принципе, три первых позиции осталось у Ликвид. То есть кто-то намит какой-то оффлейнер. Посмотрим, вспомнят ли они про бетрайдера. Вариантов здесь может быть огромное количество. Начинаю только-только и Хак тратить свой резерв. Ну и пока напомню, что после этого мы будем смотреть еще. В час ночи начнем. Клауд Найн против... И вот Дженюсис. Лайфстиллер все-таки банят. И стали отдавать его. Так, ну и кто же здесь появится? Визаж веер. Все это, конечно, неплохо. Но нужно какой-то еще надежный саппорт. Посмотрим, будет ли это все-таки абадон для веера. Кого возьмут на мид. Появится ли кто-то вроде Атла Ди Ваура. И кто, собственно, будет стоять фармить Соло. Времени. Довольно много на обсуждение. Ну, видит и Хак. Видит, что есть Энштепарэйшн. Что тимфайты нужно будет проводить очень аккуратно. Не подставляться под Айсбласт. Ну а как только пройдет Айсбласт, там уже лик это смогут разбирать, что осталось. Конечно, для этого нужно получить ранее 6 уровень Энштепарэйшн. Нужно будет Никсу аккуратно давать свои станы. И так далее. Просто вносить хоть какой-то урон. Людям, которые попали все-таки под этот Айсбласт. Ну и, кстати, может быть, оффлейн Никс. То есть можно так сделать. Никса отдает сейчас МССу. Ну а на мид еще кого-то взял. Ну и Хак же. Пока 50 секунд у них. Ну как-то они так странно начинают. Прямо-таки с Виера. Показались его. Одного сихерия. Тем не менее берут Жакира. Посмотрим, кого к нему доберут. Можно прям-таки на Айсбласт ловить и что-то сразу же вливать. Посмотрим, появится ли, например, тот же самый Дарксир. В принципе, Дарксир здесь брать уже, наверное, не лучший вариант. Все-таки, учитывая, что есть Виер, который похорбенит. Проще взять кого-то, кто сможет спокойно пофармить на сейфлейне. Не обязательно делать прям-таки какие-то комбинации. Вакуумная спад и так далее. Достаточно просто, что Жакира. Очень неприятно. Своими станами, своими замедлениями. Ну и теперь время задуматься ликвит. Надо подумать, будет ли у них Никс с оффлейнером, будет ли он саппортом. Если первое, то кого тогда брать с саппорта в пару? Конечно, Парэйшн, но появляется Шадо Шаман. Видно, что ликвит смотрели у нас в Синекоп. В курсе всех трендов. Ну и видно, что очень сильная пара саппортов. То есть получат они по-шестому. От них покой они будут на всей карте. То есть кого-то цепляют, кого-то хватают. И Родолинкин будет всегда Шадо Шаман напрягать. Держать его в напряжении. И всегда будет его обходить, пытаться хватать шаклами и так далее. Ну и по вышкам можно будет пройтись. То есть по ЕС Ультимейт, Шадо Шаман приходит, ставит Мастер Пинтолпс. Кто туда лезет драться, получает Айс Бласт и сразу все желание пропадает. Ну а Бэтрайдер достается и хак. Похоже, Бэтрайдер отправится на мид. Ну, либо Виру можно поставить на сейфлейн, но тогда это будет уже не слишком любопытно. Ну а Ликвид пора брать Каута на мид и показывать какого-то кэри. Посмотрим, будет ли здесь Драгон Найт. Неплохо бы он подошел. То есть нужен какой-то крепкий просто товарищ, который позволит выживать в драках Шадо Шамана. Идем, что по Рейшну. Никс тоже не отличается. Он особой выживаемости. Конечно, есть у него Спайт Керпас, есть у него Невидимость. Это все замечательно, но как только все это заканчивается, убить его проблем не составляет. Полторы минуты, Ликвид. Думаю, они же сами забавлены. Появляется пока что луна. Луна Адоль ТС, это понятно. Вот пытался его. Будет пытаться эту луну вытаскивать Бэтрайдера, каждый раз фокусировать. Ну и как видно, еще больше Team Fight потенциала, еще больше пуш потенциала, ну, пуш потенциала просто крифы, будет быстрее расчищаться луной. То есть приходит под вышку Team Liquid, ты вышка за вышкой, они так методично могут убивать уже начиная минуты, ну, с десятой. Примерно к тому времени у Бэтрайдера должен появляться Блинк Даггер в идеале. Можно будет там пытаться что-то сделать, там вытаскивать луну и так далее, заставлять их отступать. Но учитывая, что рядом и Вардер Шадо Шамана всегда, и, конечно, что-то Парышин и так далее, Бэтрайдеру, скорее всего, придется ждать до его Форстафа, чтобы удачно инициировать. Иначе, как только впрыгает, он получает сразу Хекс Шакл, и сразу погибает. А входить туда, само собой, никто не захочет. Под Вардер Шадо Шаман, то есть, идеальный такой сферический пуш в вакууме, а Team Liquid должны, в принципе, выигрывать. 15 секунд, а у них последний бан, они думают, кто отправится на мид, будет ли это Драгон Найт. Если будет еще Драгон Найт, то Liquid просто по очереди каждую из вышек могут убить, и для них это проблем не составит. Банят они Элдер Титана. Балбит весьма известен своим Элдер Титаном, которым он ходит на мид. Ну и последний бан, Liquid. 10 секунд. Понимаешь, что нужно кто-то, кто будет фармить Сейфлейн, банит Death Profit. Ну, кстати, вполне неплохо бы она могла подойти. С ней можно было бы даже попробовать подраться, несмотря на все такое. Можно попробовать было самим даже запушить. Ну и пошли последние пики, Ехак. Есть, конечно, у них Жакира, есть у них Бэтрайдер будет, будто я не цепляюсь как-то подстанивать. Будут фамильяры, будут станы. Урона, в принципе, уже достаточно много. То есть и визаж будет поплевывать, и Жакиров все свое АОЕ сдаст. Бэтрайдер у нас так и с Тикнопом, и Драгон Найт в итоге отбирают они. Ну и теперь у них все выглядит не так и плохо. Огромное количество контроля. Акс. Появляется у Лик, это вот так вот. Ну, давайте посмотрим. Похоже, Акс отправится на мид, докучает сейчас Драгон Найт, и посмотрим, как у него это выйдет. Возможно, даже что-то еще сейчас сообразят в этом плане с Аксом. Очень интересно, как этот герой будет сейчас нореализован. Ну, более-менее понятно. Акс накопить на быстрый блин, в кого он будет находить. Будет запрыгивать, просто сразу же агрить, убивать. Ну и как раз тот самый плотный герой, который просто на себя все будет принимать в тимфайтах. Вот как раз такой примерно был и нужен. Тим Лик, вместо Драгон Найта взяли Акс, ну, в принципе, я думаю, должно быть нормально. Так, ну что, смотрим, Ихак, Пандега. Наджакиром. Амошипные визажи опять. Кейкс. Набет Райдер и Джигл Билли. Драгон Найт. Реборус Ивер. То есть Ивера отправляет на мид, такое вот решение. А Драгон Найт отправляет Трилейнис. С этой стороны Ликвит. МСС все-таки. Оффлейникс Ассасин. Тихина Луния. Вейту. Наша душа Амани. Лав, нанеч, топорышнее. Ну и Баба отправится на мид, он Аксом. Как видно, много у него регенов. Купил себе танк, купил себе Салю. Ну и посмотрим, как справится Вейер уже в качестве контр-хеликс. То есть готов Акс прямо-таки в крипов забегать. Нападать. У саппортов есть смок. То есть можно будет приходить, пытаться убивать Вейеру, но Вейеру убить не так-то и просто. То есть каждый раз он будет своей шкучей нажимать, пытаться убегать. Быстро он получится второй, третий уровень. Решить свою проблему основную. Основная проблема это то, что кулдаун нашей кучи на первом уровне слишком уж долгий. Ну и посмотрим. У Ликвит в плане Teamfight все выглядит замечательно. В принципе, у них как? На самом деле не сильно хуже, если они по фокусу будут работать точно по очереди всех заклевывать. Остальных всех просто станет. Не выпускать. Должно у них, по идее, все получаться. Особенно если будет Бэтрайдер идеально инициировать. Конечно, есть Никс, который остановит этого Бэтрайдера, который зайдет на Firefly со спайдкерпесом. А мне больше интересно, что же будет делать Акс. Акс выходит на мид, встречается. Сейчас он Вейеру. Понимает, что что-то пошло не так, что не приходит на мид Драгонайт. И начинает просто рубить топором этого ЖК. Прокует у него пассивка, вращается. Будет Вейер каждый раз его харасить. Вейеру это, в принципе, только на руку. Сам он не сильно страдает, не дотягивается до него. Контр-хеликс. А баба просто стоит, фармит. От Вейера он не так и сильно проседает. Если что, пожует деревья, танго. Эльген есть, то есть как минимум на бутылку на фармит. Ну а что будет дальше, посмотрим. Так, МСС. Как-то ПВП у него есть с Пандега. Пандега вкачивает Liquidfire. Ну, возможно, не лучше была идея, но постепенно будет харасить импутацию МСС. Судя по всему. Казалось бы, лучше вкачать дуал, брать 5 секунд давать. Надежный дизейбл. Но, видимо, решает, что второй он успеет получить всегда. Здесь Вейту прогоняет Кейкса. Ну а на медиа продолжает здесь развиваться события. Берсейк Рэкскол теперь есть. Если бы покричал сейчас баба на Вейера, возможно, Вейеру бы досталось. Довольно много здесь скрипов, но у самого ХП уже маловато, пожалуй, баба. Пандега. Опять приходит к МССу, опять дышит на него огнем. Дает им дебаф. Наносит немного урона, но, как видно, Никс внимания на это совершенно не обращает. Так, пролетает мимо здесь Бэтрайдер. Бэтрайдер пошел в джанглиц. Ну и Балбов вынужден, он уже использует свою Салю. Три сотни у него только в кармане. Ринг в протекшн. Принес он себе его. Салю сразу сбивается. Вейву акса достаточно серьезная проблема здесь. Скоро начнутся Вейера, он будет харасить раз за разом своими двойными атаками. И, как видно, уже ХП практически не осталось. Так, можно заагрить попробовать. Агрит он Вейер, но пора бежать. Бежать вверх, скол, это, конечно, замечательно. Дает самому ему немного брони, но в то же время. У самого ХП уже маловато. Видно было, как здесь проходит Шадо Шаман. Скорее всего, видели его вардом, разве что отсюда он с хайграунд вышел. У Вейера мана совсем не осталось, и можно его на этом сейчас подловить. Правда, осталось буквально 10 маны, сейчас все появится. Шадо Шаман мог посмотреть здесь, убить Курьера, попробовать. Курьер как раз приносит бутылку. А Шадо Шаман уже отходит обратно. Ну, а теперь у саппортов ликвы-то руки развязаны. То есть, Плав со смоком стоит, он просто здесь фармит от пулы. Приходит к нему еще и Вейту. Бэтрайдера здесь не осталось. То есть, на полном фрифарме сейчас луна. Поэтому можно куда-то бегать, пытаться там и Вивера убивать, как-то обыгрывать ситуацию с ним. И убивать Курьеров. Приходит здесь помогать Никсу. Никс Клоу чуть... Чуть был не добил он Джакира, но Джакира успел все-таки использовать свой... Хилинг Салф. Никса добивает Джагл Билли. 1700 здесь уже у Драгон Найта. Сам пока только четвертый уровень, конечно. Ну, видно, что обманули их Акс Лейнами. Акса обманули. Акса рассчитывал, что с рейтингом Драгон Найт будет просто забегать в Крипвейв. В итоге с фармомом теперь все в разы хуже у этого самого Акса. Пытается он раз за разом резать с Крипов, но Авиер уже наседает, как бы не добил уже. Нужен какой-то реген. Ну, похоже, летит наконец бутылка. Нет, просто колечко себе купил. Доделаю Транкл Бутс Акс. Иер опять побежал, и Акс сразу же ретируется. Ботинок получает. И начинает регениться. Здесь летит Мидас. Ретят на Мидас для Джагл Билли, раз он здесь нафармил, раз было у него здесь 2000, а стоит если 2000 по трассе. Ну, Акс очень повезло, он находит, он реген. То есть, со своим ботинком прибежал, он быстро выбежал на руну. Саппорты даже среагировать не успели. И с регеном он теперь уже целиком здесь, вот он находится. Так, а здесь не время. Хватает кекса. Бутрайдер вернулся обратно в новый и сразу же погибает. Теперь уже видны тенденции, что, похоже, быстрого блинка у бутрайдера просто не будет. Вейт, пока что только третью. То есть, нет, пока у него ультимейт. Да, его ультимейт еще достаточно долго ему фармить. Либо просто ходить, получается, ассисты. Да, луна наседает уже на вышку. Она заставит сейчас бутрайдер вернуться обратно. И если бутрайдер действительно это сделает, то можно будет и повторить. Отсюда саппорты пока совсем не уходят. Они, в принципе, рады, что можно здесь ходить и убивать Никса. Никс пока только третьего уровня. Бутрайдер второго. То есть, у бутрайдера все еще хуже, несмотря на то, что он ходил даже джанглил. Мэджик стик приходит. Прилетает к Балбе. Ее в свое время получает рейнг факил. Ну и, как видно, по крипам 32 лоскита OTC, 28 джиглбили, 25 у реборуса. 17 всего лишь у Балбы, но могло быть и хуже. Отправляется джангл из Балбы. Можно даже саппорт попросить сделать ему стаки, зафармить их. Третьего уровня Counter Helix. Появляется ультимейт, появляется Клингблейд. Берсеркер Сколл. Второго только уровня. Но D4 секунды джиглбили, это тоже очень неприятно. Пульти саг здесь будет просто как вентилятор, в случае чего. Получает телепорт, если что, будет куда-то прилетать. Так, ну а МСС продолжает здесь свое. Здесь даже Максис или Квитфайер, судя по всему, Пандега. Качивает на двойку этот спелл. Так, Вир выходит на руну, забирает он иллюзии. Рядом мимо в смоке проходят саппорты. Как-то перемещается Вир. Они наконец-то видят Вир, сейчас вернется обратно на лейн. Но рядом ходит еще и визаж. И сразу же пропадает варда везде на карте, нужно расставлять. Только-только. Купил себе Вейта. Так, здесь наседает уже на вышку и на Никса, нужно убивать все это хозяйство. Собственно, поэтому здесь и приходится. Так, прилетает, прилетает Акс. Акс готов набегать. Чилинг-тач дали. Привязали, джиглбили. Можно давать им Берсерк и Скол. У Флавка, конечно, неприятносты. Как-то он стоял, просто себя все впитывал. А здесь приходит Вир. Сех тараканов. Так. Как-то в ультимейт не попал. Просто баба как-то он то ли отменил, то ли еще чего. На МСС, похоже, здесь попался. Попался, скорее всего, его эту сексу. Да, действительно так и есть. На МСС пока что живет. Живет, в итоге выживает. А вот Вир чуть было не погиб. Акс продолжает здесь крутиться. Пытался он догнать, судя по всему, там. Так. Появляется обратная МСС. Теперь уже Вир убегает. Нашли Курьера. Курьера убили. Баба продолжает крутиться, несмотря на то, что ХП у него совсем мало. Убивает просто. Отрубает голову Бтрайдера. Но сам наконец-то погибает. Вейту, тем не менее, цепляет. Цепляет Вир. Вир сразу же убегает от Шакла. Поставили наконец-то ревард. И Вир пора добивать. Вир действительно добивает Вейту. Похоже, погибнет в очередной раз. Здесь просто мясорубка какая-то на этом лейне. Добить бы. Добить, Жакировать, гарантированно. Ну и пора уже расходиться. Очень много опыта сейчас осел на саппортах Ликвит. 4-5 счет. Ну, в принципе, здесь убили Ани Виро. Ну а здесь Луна ломает вышку. Опыт, конечно, осел на саппортах Ехак. То есть там просто друг на друга набегали, пока всем не надоело. Но, тем не менее, здесь уже появляется Пойнт Бустер. Айс Бласт есть уже оффлаф. То есть шестой он уже получил. Ну и скоро появится уже Ворды, ушеду шамана. 1200 теперь. Так, просит паузу опять МСС. Надеюсь, не на... Не на полчаса он в этот раз вылетит. У нас в прошлый матч он уже вылетал. Акс отправляется в лес. Начинает фармить. У него 1200. То есть блинк он доделает. Буквально минут через 5. С блинком он будет уже очень смело напрыгивать. Конечно, возможно, он купит что-то еще. Что-то совсем другое. Но смысла в этом, в принципе, особо сейчас нет. Сейчас Аксу нужно себя реализовывать. Как можно активнее на всех нападать, всех убивать. Качал пока что Бэтл Хангер. От него убегали люди. Он хочет давать себе мувспид дополнительный. То есть просто кастовать Бэтл Хангер. Чтобы все быстрее бегали вокруг. Плюсы замедляет на 10%. Тоже, в принципе, неплохо. Драгонайт уже 8. Джакира наконец-то вкачивает начинает. Айс пафф. Долобрайс, но айс пафф пока что только на секунду станет. То есть это пока недостаточно явно. ТС, в принципе, хватает им на Агур Клаб. Скоро Агур Клаб себе принесет. Возможно, даже Барабан до этого сделает. Почему бы и нет. Пространства у него очень много. То есть фармить он будет довольно долго. Как только доделает Дакимбар, можно попробовать. Даже будет подраться. Да и, в принципе, и сейчас. Я думаю, он уже скоро будет готов куда-то прилететь. Свой Эклипс нажать. Ну и пока смотрим здесь графики. Ликвид после этой схватки сразу же за полторы тысячи у них по золоту стало. Ну и 580 у них же по опыту. А, Нетворс выглядит примерно вот так. То есть даже несмотря на Мидас в Жиглбиле, уны дела идут получше. Добивал ТС и там вышку. В принципе, рада, что на Тир-2 здесь пока не наседает. Батрайдер тем временем 1200. То есть Блинкдаггер у них появится одновременно с Аксом, скорее всего. Для Ликвид это чуть ли не идеальный сценарий. То есть у них появится возможность инициировать практически одновременно с противником. Влетает все-таки МСС. Никас Ассин пытается перезайти в доту. Надеюсь, там Стим не упал. Отпишите, если что, в часе. Как-то Акс там со своим ультимейтом он действительно как-то просто замешкался. Дотягивался вроде бы здесь до Жакира. То ли решил его не убивать, то ли чего-то испугался, то ли просто тот как-то от него убежать успел. Но в итоге начал он рубить голову уже, пожалуй, поздновато. То есть там на хесте они бы натворили дел на хесте от Клингблейда. 40% мусоспид бонуса. Это действительно серьезно. Ну ладно, ждем, пока вернется Никас Ассин. Вот он, к слову, возвращается. Даже не пришлось переключать верлей и ставить музыку. Ну и надеюсь, сейчас продолжим. 4-5 счет. Пока что, в принципе, все весьма неоднозначно. То есть появится, когда Блинк у Бэтрайдера, когда появится Блокимбар у Драгонайт и у Луны. Там же будем смотреть. Он нам покажет. Го-го! Все готовы? Бой-то приходит, начинает получать здесь свой ультимейт. Свой шестой уровень. Буквально пара криплеев, и уже ультимейт появится. Можно будет куда-то нападать. На медея здесь начинает пушить, пытаться и хак. В принципе, есть у них Драгонформ, но вот так вот это все решается. То есть с одной кнопки весь этот пуш разгоняет. Луна действительно приносит себе угроклаб. То есть если на вышку здесь наседает, то можно спокойно прилететь туда, дать эклипс. Там все просто развалятся. У них все арка имбут. Шестое он наконец получает. Наконец есть у него вендетта. Ну и пора отправляться им на поиски приключений. Аксу, конечно, бы здорово доделать блинку. 1600 у него уже. Давайте сравним с бэтрайдером. Например, 1400. Но делает стаки. Стаке он сейчас будет защищать. К слову, за стакать не получилось. Потрасил время. Так, ну и вот он выбегает Акс. Ботинок у него зеленый. Видно, что регенит он уже 16 хп в секунду. Проблем с этим нет. Проблем с выживаемостью особых. А если на Рошана? На Рошана поставили ворды. Рошана начинает убивать. Нужно звать туда луну. Ну и, собственно, вот все туда и побежали. Пока что по очереди пытаются как-то танковать Рошана. Получается, ну, не слишком уверенно, потому что сейчас скоро хп всех закончится. Получается лингтач и пока танкует просто Акс. Луна все-таки нужна здесь. Луна пока фармит лес. Нужно прилетать уже на мид, иначе если кто-то влетит здесь на Рошана, будет совсем плохо. Бабы вынуждены даже тратить Берстеркли Сколд. Напомню, 40 армора это дает. Рошан наконец сбивает его с пилбок. Хватает его Шаду Шаман. И ТС приходит. Очень опасный был маневр. То есть, если бы влетали там, если бы влетал туда Баттерайдер, если бы была информация у команды ИХАК, то ИХАК бы спокойно всех прогнали. Но так как информации не было, упускают они Рошана. ИХАК достается Луне. Команда пока что отходит. Прохиливается, как я понимаю. Ну и в принципе, первые ворды очень успешно были реализованы из-за этого. То есть, можно было попробовать насесть на какую-то вышку, но это всегда успеется. Сейчас важнее обезопасить свою кэрри. Лучший способ, чем ИХАК придумать сложно. Хватает уже на Блинк Балбе, если хочет она покупать 2.10 у него в кармане. Вот он покупает свой Блинк Дайгер. Третьего уровня уже Берсерский Скол. То есть, чуть ли не 3 секунды, 2.80 секунды будет у него продолжаться его. Таунд. Блинк получил смок. Ну и пора куда-то вбегать, куда-то инициировать. На кого-то нападать. Баттерайдера пока еще не хватает. На Блинк две сотни. А к нему уже начинают приходить люди. Мид уже Луна пушит очень активно. МСС крутится. Просто ищет жертву, находит Джиглбилли. Его он явно не убьет. А он, ну, Смеда прогоняет просто Жакира. Так, полетела из Бласт Вивера. Пытается его найти Акс, но Вивер уже убегает оттуда. Телепортирует, Телеборос. Ну и пора Аксу прилетать сюда. Да, действительно, вот он Акс, он все еще смок и прилетает на Бутейн. Пора его пушить. Маны друг другу залили. Нужно убивать катапульту и нужно наконец-то на кого-то впрыгивать, инициировать. Вот теперь уже и Баттерайдер получил время все-таки. Блинк Даггер себе закупил. Пока что он летит на базу, пока он будет получать этот Блинк Даггер, как бы мне потеряли сейчас вышку. Взываются. Гварды. Ну и Акс находит он. Находит визажа. Сразу визажа они начинают убивать. Спокойным топором разрубили. Еще бы Фомилиара убить, было бы совсем замечательно. Кулдаун довольно большой у них. И так, в принципе, один Фомилиар остался. Немножку сломали. Луну даже взывать не пришлось. Не пришлось взывать даже Энштепаришна, который продолжает здесь получать стоять фарм и опыт. Выходит, он отпугивает вивера, который его до этого просто не видел. Закупается новая ворда, старый, последний. Ставит здесь вейтом. Буду теперь видеть, что здесь происходит. Планирует, похоже, зафармить, а не последним фамиляру визажа. Так, ну а здесь нападение на Флаффа, похоже, загорелся там Кекс. Влетает он на Флаффа, Флаффа тащит довольно долго он же за счет своего поинт-бустера, но все-таки погибает. Ну и пора наседать на мид. Даже прилетает, никто не стал на помощь. Просто потеряли саппорт ликает. Но могло быть и хуже, то есть мог бы Батрайдер этот ультимейт использовать, например, на ту же самую луну. Почему-то решили довольствоваться легкой добычей. Вышку здесь поклевывает, приходит уже Акс, он готов прыгать. Акс прыгает, агрит на себя всех, вращается. Всем очень больно, отрубает голову одному. Здесь подбрасывает на стане. Пандего. Акс уже был готов рубить ему тоже голову. Замедление от визажа. Блинк есть, влетает, дает берстерки скол, начинает вращаться, полетел уже айсбласт. Голову отрубили. Виер продолжает бегать, получает Хекс. Его ловит. Отправляется он обратно просто таймлаксом, как-то не сообразилось от душамана, что можно нажать вместо Хекса шакл. Ну и как бы сейчас его визаж просто своим фамилиаром не заклевал. Успевает поставить свои орды, а фамилиара просто убили. Здесь тем временем продолжает балбы гоняться за вивером. Так, вивера, вивера поставили. Стан на вскидку, но не угадали, где находится этот сам вивер. Пора уже расходиться. Здесь для проформы на мид айсбласт. Ну и теперь уже у шаду шамана будет блинк, то есть вивер теперь они очень уверенно будут ловить, хоть он и старается там бегать во все стороны, не подставляется. Но тем не менее счет уже 5-9-14 минуты и как видно здесь уже за 5 тысяч преимущество у ликвид имеется. За 3 тысячи у них по опыту. Луны должен быть уже Блокимбар, вот вылетает он похоже. Да, так и есть. У флав появляется еще один компонент на Аганим. То есть осталось ему меньше 2 тысяч и появится Аганим Септер. Поним, что парыщина. Мид нужно динаить. Собственно, поэтому прилетает этот меняет телепорт Луна. Как-то он замешкался и Курьера здесь начинает использовать в разные стороны. Но Тауэр пока не динает, переезжает Катапульта и сейчас эта вышка просто добьет. Луна не получается спасти у нее вышку, то есть она пыталась телепортироваться, телепорт отменила и в итоге получилось совсем неловко. Дабл дамидж лежит на речке, можно попробовать его забрать. Тирады нетуэров просто не осталось, то есть можно уже бежать и на Тир-2. Блэкин Бар есть, есть Аэгис. 11 уровня Луна, то есть будет второй Эклипс, если что. Драгон Найт, конечно, фармит. Скоро доделает тоже свой Блэкин Бар. Тоже он 11 уровня. Но Ликвид уже наседают. Уже пространство совсем не оставляют. Так, ну что, приходят. Даже варды Шедушрамана не обязательно тратить, то есть можно вручную пока что бить, если что. Варды они поставят. Вейта крутится рядом. Блин, у нее есть, то есть кто придет деф, и кто-то сразу получит. С этой стороны пытаются размениваться, наседают на топ. Фортифая пока нет. Через 5 секунд будет доступен, но за 5 секунд вышка успеет. Все-таки дамаси хак. Фортифая не тратить не стали, они понимают, что возможно дальше пойдут на хайграунд уже. Но это действительно так. Вейт и торопится прямо-таки ставить свои варды. Варды поставил, видит он Жакира. Попался, правда, наиспад. Влетает Акс, агрид Жакира, полиция сражаясь, бласт. Там стан дает еще МСС. Влетел Кейкс, таскает он Луну, но Луна с Аейкс и, в принципе, не жалко. Шакл получает этот бэтрайдер. Здесь Виер фармит варды, нужно Виера прогнать, но у Акса неприятно. С ХП нужно как-то прохилить. Так, стан. По Виеру попадает все-таки станом, похоже, сам того не ожидал. Никса Сайсна, потому что как-то ожидает даже они не стали его. Флав добивает визажа, но сам уже погибает. Ну и варды наконец-то фармятся, потому что Ликвид отходит. Задачу они, в принципе, выполнили. Убили достаточно большого количества народу, доломали практически вышку, то есть в следующий раз придут уже начаты, довершат. Акс, собрал себе Блэйд Мэйл, принес себе еще и Сальву, забирает дабл дэмэдж. Ну и пошел рубить людей топором, похоже. Урны, правда, нет вот у Вейта. Пожалуй, следовало бы урну собрать. Ну а Акс находит он Кейкса, на Кейкса нападает, с дабл дэмэджем его рубит и спокойно его убивает. Айс Бласт там, конечно, полетел, но Айс Бласт уже куда-то бесконечность просто. Так, Акс все еще живет. 30 хп у него оставалось, но тем не менее переживает Саласамшн и отсюда наконец-то они отходят. Все на ЛОХП. Кроме рада, что луна, которая приносит себе уже Доминатор. Так, вот он наконец-то став, то есть теперь Флафу осталось. Чуть ли не сотни, чуть ли не тысячи ему всего лишь осталось. Так, МСС ищет Вивера. Нужно все-таки просветку носить, потому что этот Вивер во все стороны бегает. всех он клюет, а его самого толком никто так ловить и не умеет. То есть либо гем покупать, либо просветку. Что-то шаман в принципе может себе это позволить. Видно, есть у него центр-варды. На центр-вардах он решает остановиться. Ну и вот она появляется действительно урна. Покупает дополнительные обсервера. Ну и что дальше? В принципе можно даже собираться. Не обязательно ждать нового Рошана, хоть Рошан скоро и появится. Но скорее всего придется это делать сейчас, Ликвид. Уже в Гурклаб прилетает Флафу, остался ему последний компонент. Вакс, Глосс о хейст. Посмотрим, что он с этим сделает. Так. Ну и собираются все вместе, заходят во вражеский лес. Акс, как-то он Блэйдмейл просто нажал, бежит. Весь из себя колючий. На речке лежит хейст. Скоро появится Рошан. Буквально секунд через 20 нужно, Ликвид, здесь территория под Рошан подготавливать. Здесь ходит Вейта. Варды у меня есть, если что, расставят. К Рошан торопится уже. Ихак, похоже. Как минимум в этом регионе они находятся. Бэтрайдер пока что в попытках доделать свой форстаф, пока что хватает им только на стафф в Визардре. Акс пока что, по-моему, не смотрел, он пока на Рошана прыгает, забирает хейст, побежал. Так, ну а Шаду Шаман попался, то есть просто стоял, фармил мид и в итоге его схватили, добили. Айс Бласт конечно полетел, но Айс Бласт пока безагоним, он не такой страшный. И правда еще и Никс Ассасин. Рядом еще и Акс. На хейсте. На Рошана в итоге так и не пошли, а вместо этого потеряли Шаду Шамана или какой-то. 1600, теперь УТС. Вышка все еще живая, собственно он здесь отпушивает этот лейн, чтобы вышка не падала. Не хотят терять какое-то пространство на карте. Так, чего здесь? Какие слоты могут позволить дальше спокойно подраться? Про Форстав МП Трайдера я уже говорил, здесь Блокимбар появляется у Иера. Напомню, у Акса Берсерк и Скол пробивает Блокимбар, то есть это не панацея. Дебаф от Айс Бласта тоже через Блокимбар проходит, то есть будет неприятно. Лучше чего? Расставляется варды на Рошане, ставит в центре, ставит обсервирование, заходит, смотрит, да, Рошан живой, посмотрели уже Курьером, ну и пора сюда приходить, ИСи. Спокойно Рошана бьет, у него есть уже Доминатор, он спокойно это дело танкует, Рошан замерз, ну и дальше проблем быть не должно, так, ну и сюда выходит, похоже, что не выходит, похоже, что просто фармят свой лес, и как, похоже, все-таки не подозревают, вардов у них здесь просто не было. Рошан нужно дофармливать, Блокимбар выходит, все товарищи, так, и Вейту, нападает он на Кекса, варды он поставил, но как-то он, пожалуй, поспешил с этим, варды поставить, поставил, Балбе влетел, он покричал, моментально они убили Жакира, пошел Эклипс, Эклипс весь, ушел в Блокимбар, Балбе улетает просто на базу, а вот Вейер, Вейер может здесь пострадать, Вейер действительно страдает, Вейер добивает, Луна, получается, Валосамшин просто не замечает их, убивает, теперь слав еще и визажа, ну и теперь хватает, нога ним летит последний ножик, летит Блэйдов Алакрити, вовремя он телепортировался, готов он продолжать, как-то Шадоу Шаман поторопился все-таки с вардами, очень аккуратно он их поставил, но тем не менее, подрались все равно очень успешно, можно попробовать даже сейчас на Драгонайт напасть, вот собственно это и делает здесь Баба, полиция сражаясь, Бласт, рядом еще есть Шадоу Шаман, но здесь Блокимбар, и Шадоу Шаману как бы здесь не досталось, но нет, отрубает ему голову Акс, Жакира пришел на помощь, тоже попался, и ему голову отрубает Акс, и продолжает свои нападения, Блинк мана не стоит, очень удобная Акс, то есть напал, покрещал, голову рубанул, ну и Саркейн будет, и ему заливает, ему все просто замечательно, ну на, покупает Яшу, Форстав себе несет Никс Ассасин, ну и Тир-2 убивает, в принципе можно будет переместиться, потом на Ботейн, здесь все пропушить, либо переместиться на Атоп, здесь еще один Тир-2, собственно на Атоп переходит, Ликвид не торопится, а не доламать эту вышку, зная, что всегда это успеет, ну и Саганим, теперь АС-бласты летят, то есть теперь уже подраться просто не смогут, видно, что мимо Визажа просто прилетал этот комок, зацепил его дебафом, и ходит он, похрустывает, очень долго, ну и Акса появляется, Мэр Штром, делает иллюзии, иллюзии от Акса, к слову, хорошая вещь, на них работает пассивка, то есть, крутятся они контр-хеликсом, так, влетает Битрайдер, думает, кого хватает, хватает неправильно Акса, хоть кто-то ему подсказывал, ну и сам Кейкс попался, и говорит Джи-Джи, понимает уже, что ультимейт свой потратил никуда, и на минус морали они Джи-Джи уже говорят, ну что, 2-0, 2-0 Ихак у нас проигрывает, Ихак вылетает с турнира, собственно, даже показать, что за время турнира они просто не смогли, сыграли против Илджиниуса, сыграли против Team Liquid, и видно, что эти соперники им просто не по зубам, так, ну а дальше у нас уже будет поинтереснее, дальше у нас через полчаса, ну даже через 40 минут, в час ночи по Москве начнется, Илджиниус против Cloud9, бывший спидгейминг, там уже все будет любопытно, пока ждем, слушаем музыку.